Здравствуйте, дорогие гости! Благодарю вас за то, что вы сегодня пришли к нам. Мурат, совсем недавно мы с вами общались и общались на тему того, что надо возрождать самбо. Истинно русский, российский вид спорта. И знаю, что с 2023 года на территории Корочево-Черкесии опять открылась школа, что очень радует. Но сегодня у нас есть другой информационный повод. Это прошедший на днях всероссийский турнир имени Кунижева. Мне бы хотелось, чтобы ты рассказал, как прошли соревнования, кто участвовал, какова была география и какие результаты у наших спортсменов. Добрый день, салам алейкум. Ну, естественно, любые соревнования, они когда проводятся, это уже хорошо. И мы довольны тем, что они хотя бы проводятся. Это очень важно. География у нас была очень широкая в соревновании. У нас было запланировано 15 регионов. К сожалению, даже ближние зарубежья. Абхазия не получилась по своим внутренним, может быть, проблемам каких-то не получилось. Так у нас 14 регионов участвовало. Ну, как прошло. Мы довольны, конечно, этим всем. Самое главное, все прошло без травм. Как тренировались, так и выступили. А тренировались мы очень хорошо, готовились к этим соревнованиям. Это очень хорошие соревнования. Это путевочка. У кого на мастера спорта, у кого на Россию выход. И, естественно, мы из-за этого готовились к этим соревнованиям. Очень многие ребята реализовали себя. Мурат, ну, если говорить конкретно о школе самбо, я думаю, у тебя есть какой-то календарный план. Хотелось бы, чтобы ты рассказал, как прошел 2023 год и какие перспективы, какие задачи вы ставите на этот нынешний год. За 2023 год, если отчитаться, у нас, если все убрать цифры, которые действительно заполняют эфир, то у нас пять представителей, которые будут представлять сборную России по самбо. А планы у нас таковы. У нас отобрались почти весь пьедестал в разных категориях весовых. У нас есть путевка на Европу, путевка на мир есть. И, естественно, мы едем туда за золотом, и на мир, и на Европу. Как ты считаешь, на данный момент, какой уровень развития этого вида спорта в нашей республике? В нашей республике уровень развития, он был развит всегда. Мы на самом деле, я вообще не пользуюсь этим словом развития, поэтому мы возрождаем больше. У нас 24 чемпиона мира республики с 1986 года. Ну, опять-таки, не вдаваясь в нюансы, может быть, профессионалы, знающие и в любом спорте, они сами себя дополняют, сами поймут, о чем речь идет. А так, у нас 24 чемпиона мира, еще больше Европы. И у нас это было по каким-то причинам. Эта причина, естественно, технически, нюансов много. Я думаю, ну, я еще и некомпетентен эти причины обсуждать. И моя задача одна – мы открыли школу и начинаем возрождать самбо. Самая лучшая перспектива и в спорте, да, и в любой сфере – это наша молодежь. Мы боремся за молодежь, за поколение. И вот наши ребята, такие как Аскер, Азнаур – это те ребята, которые еще, конечно, себя полностью не реализовали, но они достигли больших достаточно успехов. И они как флагманы, они как пример для нашей молодежи. Мы больше сейчас настолько, ну, надо правде в глаза смотреть, настолько у нас сейчас чуть-чуть вот этот барьерчик возник между молодежью и стародежью. И мы этот, а молодежь что? Ну, на улице. Мы их привлекаем просто с улицы, вытаскиваем, привлекаем в спортзал. Ну, спортзал – это самая лучшая площадка на сегодняшний день. Показать, реализовать себя, какую-то нравственность какую-то в себе, ну, чуть-чуть подкорректировать и так далее. Аскер, рада видеть тебя тоже сегодня у нас в гостях. Я думаю, человеку с такими результатами надо держать себя, как говорится, в ежовых рукавицах. Строгий режим, строгий распорядок дня. Хотелось бы узнать, как проходит твой день. Я осознал после школы, что буду тренироваться, сел себе поставил, достичь результатов. После школы я начал уже два раза в день тренироваться после школы. Так закончилось. До этого я тренировался один раз. И тренируюсь я утром, прихожу в обед, покушал, ложусь спать. Опять до вечерней тренировки восстанавливаюсь. И вечером тоже. После тренировки покушал и спать лег. В 10 часов, в 11 часов примерно так. И в протяжении уже, можно сказать, 80 лет я тренируюсь так. И если хочешь какого-то результата добиться в жизни, если у тебя режима если не будет, то результата не будет в взрослой борьбе. Какие-то послабления себя не делаешь, да? Ну, только по выходным на гору поехать. А какие у тебя еще увлечения помимо спорта? Наверное, нету никаких особо. Может, шахматы чуть буду. Более-менее интересно еще. Ну и горы. В первую очередь это дисциплина. Если даже первое время, которое у человека не получается ничего, ему надо потерпеть год, два года, три года. Если он будет стараться делать, не сочковать, то, я думаю, 100% результат будет рано или поздно. Но надо это все время чуть-чуть потерпеть. У нас в основном молодые ребята потренируются год или месяц. И если результат они видят, то сдаются. И вот в чем беда. У кого-то результат приходит рано, у кого-то приходит поздно. Так получилось, что сейчас ты выступаешь не за нашу страну. Я думаю, ты расскажешь, в чем причина. Ты выступаешь за Бахрейн. Но, тем не менее, как сказал Мурат, все результаты, весь свой опыт ты все равно привезешь в Карачаево-Черкесию. Насколько правда то, что ты готовишься на Олимпиаду? Ну да, в этом году, в июле, в конце июля я как бы сейчас уже отобрался на Олимпиаду, очки собрал. Хотелось бы, конечно, за республику, но так получилось, года два-три тому назад уехал за Бахрейн. Теперь за них выступаю и за последние все мои результаты за Бахрейн. Так как надо было очки собрать на Олимпиаду. У нас страна не может выставить участника на Олимпиаду, если ты по рейтингу не попадаешь. Ты должен в топ-18 на международном уровне зайти, чтобы на Олимпиаду поехать. Поэтому все турниры, эти были маленькие старты, отбор на Олимпиаду. Ну, опять-таки, содержание того, что та же Олимпиада и успех на Олимпиаде не меняется. Однозначно, даже успех на Олимпиаде будет отражаться, во-первых, и на своей малой родине, на республике, на большой, на стране всей. Он же там не оставит все регалии. Этот опыт он привезет обратно сюда, на этом опыте он будет выращивать. Поэтому выигрывает только наша страна от этого, если он даже на Олимпиаде будет золото возьмет. Да, как бы я тренируюсь тут дома, тренируюсь дома, я готовлюсь в спортшколе Олимпиад. И как бы, почти что все мои болельщики тут, здесь, на родине. Азнаура, несмотря на свой юный возраст, ты мне сказал, что уже более 11 лет занимаешься. Тоже хочется узнать, кто тебя привел в этот вид спорта, кто твои тренеры. И ты не жалеешь о том, что выбрал вот этот путь? В пятом классе меня на тренировки привел отец. Сперва меня не хотели брать на тренировки. Сказали, не умеешь подтягиваться. Ну, такой умел шпагат садиться. Тренер говорит, нет, не берем его. Я тогда особо ничего не понимал. Пришел домой, папа, через неделю пошли опять. Ну, пошли, пришли. Тренер говорит, ну, с учетом того, что ты за эти там 2-3 недели научишься подтягиваться. Меня взяли, и первая неделя мне вообще не нравилась. У меня отец спрашивает, ты хочешь еще ходить? Я говорю, думаю, мешкаюсь. Он говорит, если не хочешь, уходи. И вот так остался. И со временем мне все начало нравиться. И первым тренером у меня был Пчелкин Шлаванович, уважаемый человек в нашей республике. Основатель дидо, так сказать, и самбо в нашей республике. Но с течением времени, у него чуть здоровья с возрастом, он оставил это все. Сейчас тренируюсь у его ученика Марата Абитова. Пока вот так. Вообще фамилия Папшуевых очень сильно именно и в этом виде спорта самбо-зюдо развита. Начиная с Мухаммеда, у которого столько чемпионов мира он вырастил. У его братья, дяди, и Папшуеву Мурату, он директор дзюдо, и тоже наш коллега. И вся семья. Семейная династия. Кого я не знаю из Папшуевых, они все развитые. И не только в этом виде спорта, они все развитые. Поэтому я не удивлен, что у него такое наследие, такой фамилии. Поэтому я извиняюсь, если я чуть неуместно вклинился. Азнаур, скажи, пожалуйста, каким своим результатом спортивным ты больше всего гордишься? Ну, я бы не сказал, что горжусь этим достижением. Но недавно в Киргизии, получается, проходило первенство мира по самбо. Там я занял второе место. В финале боролся с грузином. Проиграл по замечанию. По самому нижнему балу. Который может быть. Немного не хватило. Считаю, что просто не доработал сам. Дал позволить ему наказать. В сторону себя судей. То есть, получается, я ввел схватку. И осталось две секунды. И, получается, судьи решили дать мне замечание. И по последним действиям выиграл мой соперник. И многие считают, что меня как-то засудили или что-то еще. Но в первую очередь я просто дал возможность ему опередить себя. Ну, то есть, не так хорошо подготовился, как хотелось. Скажи, пожалуйста, после поражения как ты в себя приходишь? Ну, я имею в виду морально. Ну, первую неделю было очень тяжело. Там, после схватки я вышел. Расстроенный. Очень сильно. Но тогда ко мне прилетел мой тренер Марат Убитов. И поддержал, объяснил, что я для него чемпион. Но эта поддержка тоже очень сильно помогла. Азнаур, плохо тот спортсмен, который не мечтает быть олимпийским чемпионом. Но, тем не менее, хотелось бы узнать, каков твой ближайший старт. И каким ты видишь свое спортивное будущее? Ну, ближайший старт – это у нас будет чемпионат СКФО по дидо. Сейчас вот основной старт я хочу уделить уже дидо. Потому что это олимпийский вид спорта. Так же, как вы сказали, что каждый спортсмен хочет стать олимпийским чемпионом. Вот подобать СКФО, отобраться на олимпийские игры – это тоже очень высший результат. Ну что же, ребята, я благодарю вас за участие в нашей программе. И каждому из вас я желаю исключительно победы и удачи. Спасибо вам. Всего доброго. Спасибо. Спасибо. Спасибо.